Всем привет, это подкаст UwebDesign, сегодня выпуск номер 35, 27 апреля 2015 года. Всем привет. Поговорим сегодня про то, что значит быть UX-дизайнером. Поговорим про Google и Яндекс, причем в свете SEO, оптимизации. Да, про новые поисковые алгоритмы этих ребят. И поговорим про WordPress, YouTube и кое-что еще. Погнали! Ну, первая тема. Я даже же не знаю, как по-новому их интересно объявить. Вот Лиса, которая у нас на рабочем столе, она прям вас призывает. Она смотрит на вас и говорит, чтобы вы пользовались услугами безлимитного хостинга SmartApe.ru. Не только безлимитного хостинга, а вообще хостинга. Потому что они предоставляют еще VPS хостинг и так далее. Но именно безлимитный хостинг у них сейчас предлагает 50% скидку на первые полгода. Если вы зарегистрируетесь по ссылке, которую мы оставим в описании, там зайдете товар, услуги. Короче говоря, ну купите себе безлимитный хостинг, естественно. Нажмете заказать, наш промокод и погнали. Короче говоря, знаешь, что я хотел сказать про хостинг? Так. Это как в этом, заметки непутевые. Пью чай не потому что рекламирую, а потому что нравится. Вот потому что нравится хостинг нам, поэтому, собственно, и вы тоже пользуетесь. Лучше и не скажешь, я думаю, да. Да, поэтому переходим к темам. Первая у нас тема, это как раз, что значит быть юзер-экспириенс дизайнером и что они делают. Ну-ка. Ну, вот начнем с классической заводочки, когда на Трихаусе, если посмотреть курс про дизайн, то самое главное, что из него нужно извлечь, это то, что дизайнеры это не те люди, которые придумывают, как выглядит какой-то проект, продукт и да. А то, как он, это люди, которые придумывают, как он работает и как они решают тем самым проблему пользователя. То есть, на самом деле, дизайнер это тот человек, который решает проблему того конкретного пользователя, который будет тем продуктом пользоваться, который задизайнен. И отсюда следует, что юзер-экспириенс дизайнеры, они должны понимать, что как работает продукт, как он, это как гейм-дизайнеры. Гейм-дизайнеры это же не дизайнеры уровней, то есть дизайнеры уровней это отдельные люди. Гейм-дизайнеры это люди, которые придумывают всю концепцию игры, все зажимы, что, где и как должно быть, Если это там новые игры, где там встроенные покупки Как именно пользователь должен к этому прийти То есть это люди, которые полностью весь экспириенс работы с игрой продумывают Вот юзер экспириенс дизайнер это то же самое Это дизайнеры, которые продумывают то, как с вашим приложением или вашим сайтом Тот самый пользователь, на которого вы ориентированы, будет взаимодействовать Подожди, а вот это, если касаемо сайтов, это разные люди? Вот UX дизайнер и просто дизайнер, который рисует там Вот есть именно тот дизайнер, которому заказывают То есть или график дизайнер, который рисует графику То есть не нужно путать дизайнера с график дизайнером Это самое важное Понял То есть, а зачастую путают Вот я тут диаграмму покрупнее открою Так Несмотря на то, что она жутко пиксельная и беспонтовая, на ней должно быть понятно То есть UX vision Это юзер экспириенс И прежде чем к нему подойти, нужно провести ресерч, то есть исследование В зависимости от того, какие бренды уже существуют в том поле, в которое вы хотите зайти Какое видение у этих брендов, какое у вас видение Как вы именно хотите зарабатывать деньги Кто ваш покупатель, самое главное И придумать метрики, которыми вы будете что-то измерять То есть на самом деле метрики нужно придумать заранее Это все равно, что написать юнит-тесты перед программой Вы сначала пишете юнит-тесты, по которым должно что-то выдаваться И только после этого вы пишете программу, которая этим юнит-тестом удовлетворяет То есть маркетологом надо быть? В первую очередь То есть в противном случае ты, возможно, продрочь полгода безрезультатно Не потому, что ты сделал дерьмовый продукт А потому, что он, а, не нужен Б, не нужен для этих конкретных пользователей И, С, дорого Или дешево слишком Нет, дорого-дешево это вопрос изменения бизнес-моделей Нерентабельно Вот да, нерентабельно, это другое дело То есть, в общем, успех вашего проекта можно определить Как в хорошем, так и в плохом смысле уже на этапе ресерча После этого нужно понять Вот кроме ваших кастомеров То есть все кастомеры нужно заменить на персоны, так называемые То есть конкретные ваши клиенты делятся на несколько типов людей На несколько персон У этих персон, у них есть свои бэкграунд-истории То есть те знания, которыми они уже владеют Это либо домохозяйки, либо продвинутые пользователи Ну, допустим Вариантов масса И их task models То есть, как они привыкли другие проблемы решать Если это домохозяйки, они привыкли там ходить в магазины Они знают, что в магазинах там юзер-экспириенс Это сверху таблички, где написано там чай, молоко, хлеб и так далее Для них такой юзер-экспириенс удобен А если перед нами хорошие программисты То, которые разбираются там в Unix и так далее То, как мы уже с Никитой были на сайте GoodUI Помнишь, давным-давно в таких подкастах тоже обсуждали Там навигация осуществляется теми же ключевыми горячими клавишами, как в Vime, например И для домохозяек это совершенно непонятно То есть вот эти task models Они на самом деле очень важны Если вы продумываете какой-то конкретный юзер-экспириенс Если вы делаете приложение, которое позволяет совершать какие-то онлайн-покупки Моделирование юзер-экспириенса магазина Ты не обязательно должен сделать в тех же тонах, как в перекрестке Или магните, или азбуке вкуса Ты должен это сделать с тем же посылом Что у тебя есть разделение на конкретные группы товаров Ну и так далее Акции, скидки, они должны примерно так же выглядеть То есть не надо делать из домохозяйки линуксоида Естественно Если вы делаете приложение для домохозяйки То есть таргетинг должен быть стопроцентный И это вы должны понять в процессе исследования и инсайта Вот здесь вот Это как вы интерпретируете ваше исследование То есть те данные, которые вы собрали, вы можете еще коряво интерпретировать Если вы их правильно интерпретируете, уже можно переходить к концептуальному решению проблемы То есть MVP, да? Да-да-да, что-то знакомые буквы Да, Minimal Valuable Product Только там на самом деле у него несколько есть Несколько разных расшифровок Короче говоря, минимальный продукт, который работает, выполняет конкретную фичу Конкретную, точнее функцию Функцию, да, точно Спасибо Потому что накрутить вы его всегда сможете Чтобы можно было расширить в Твиттере, там где-то еще Но сама цель должна выполняться То есть вы делаете какой-то прототип Смотрите, как это работает Валидируете это То есть проводите там тестирование на реальных людях Там и так далее Может быть что-то передумываете Какую-то фичу убираете и так далее Только после этого вы переходите непосредственно к графическому дизайну и программированию То есть зачастую тот концепт прототипа, о котором мы говорим Он, конечно же, не функционален Он моделирует какую-то вещь И только после этого вы уже это все имплементируете То же самое, например, на заводах Toyota, да? Они очень много вкладываются в вычисления У них огромные там компьютеры, кластеры, которые моделируют поведение конкретных кузовов На этапе прототипирования Как они ведут себя в аэродинамике и так далее Это все делается на компьютерах Потому что запустить целую линию Поставить автомобиль в серию Потом понять, что у него дерьмовый бампер Ну это нерентабельно, как ты говоришь Да, это такие комические ситуации Ну и тем не менее, они же до этого дошли-то путем проб и ошибок Потому что изначально, когда Ford что-то делал, у него не было компьютера, чтобы смоделировать Да, да, кстати говоря Он модельки делал Ну да, делали маленькие модельки Но ты понимаешь же, что когда ты Опять же, если вы смотрите Разрушители Легенд То они-то там очень часто все скейлят Сначала маленьким делают А потом то же самое проверяют в крупном масштабе И зачастую результаты от масштабирования отличаются То есть не всегда то, что ты делаешь с маленькой моделькой Повторяет то, что будет потом в крупном масштабе Ну да, да Это все вводное на самом деле Ну то есть вводное, не вводное Здесь вся статья на designyouway.net Она говорит как раз об этом Ну и здесь вот сказано, что вайрфреймы и скетчи Это только маленькая часть работы То есть несмотря на то, что вы этот прототип получили, сделали Вы должны его еще протестировать там И так далее То есть вот perform user testing То, о чем мы говорили То есть конкретные люди собирают метрики Причем здесь сказано, важно не просто посадить человека Сказать, ну что ты думаешь Он не знает, что он думает на самом деле За это скажут все его действия, его движения Ты должен ему говорить, выполни такую-то задачу Купи продукт Да, и в хороших компаниях, которые это все действуют Стоит несколько камер Которые снимают, как бегают его глаза Как бегают его руки О чем он там, ну просто общий план и так далее Я не знаю, насколько давление они там его меряют Пока он там в корзину Ну зашел, сразу разволновался Там много баннеров всяких ярких Ну то есть важно собирать информацию Не только ту, которую он вам сам скажет Потому что это на плотной перекликается с тем О чем мы говорили когда-то давно Когда статью Паулы обсуждали Что типа Юзер не может вам сказать, что ему надо Вы только сами вы можете это знать На основе тех метрик, которые вы используете аналитик Ну та же веб-визор у Яндекса, например Конечно, конечно Когда вы смотрите, что вас все очень долго тупят на главной Не знают, как проскролить и зачастую выходят Значит, что-то с вашей главной не так Да, нажимают туда, где у вас нет кнопки Ну вот такое Ну это мы берем, опять же, гипертрофированные Если вы всем баран и вы делаете как-то говно То да Но зачастую это вам поможет понять Ну и вот здесь типа 10 элементов персоны То, о чем мы говорим Что люди Их все Несколько тысяч там людей Можно на несколько персон Разделить там 3-4 Для каждой из которых User Experience должен быть немного свой Это или разные виды приложений Или просто разные приложения Ну или Вы должны учитывать и тех, и тех, и тех В проектировании своего продукта То есть вот примерно так То есть здесь показаны 10 вещей Но, к сожалению, они не расписаны Если приблизить посмотреть То там видно, что влияет то Сколько денег кто зарабатывает Какие у кого цели Там на каких платформах нужно что-то делать Соответственно Насколько вам важно сразу выпустить Ваше приложение везде Или, например, сначала только на iOS начать Там, ну и так далее Кстати, про начать только на iOS Будем говорить сегодня в конце нашего подкаста Да, 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 кстати Вы не можете назвать себя User Experience Designer Если вы ни хрена не знаете Из того, что мы только что сказали Если вы ничего не проводили Никаких исследований Просто нарисовали И вот вы уже UX Designer Очень важное замечание Вот эту вот диаграмму Все, что мы здесь говорите Важно циклить То есть после того, как вы выкатили очередной релиз Вам нужно начинать все заново Смотреть, как с этим релизом Что работает Как меняется рынок Как меняется вообще ситуация в целом Чтобы не прозевать тот момент Когда ваше приложение безнадежно Ну или ваш продукт безнадежно устаревает Или просто становится непонятным Потому что все меняется Мир меняется Я думаю, это довольно-таки очевидно Поэтому вот Как-то так Мы в Blitz-режиме пробуем это сделать Сегодня очень много тем всяких разных было Мы парочку даже перенесли на следующий подкаст Потому что она уже ни в какую Да, кстати Но вот Вот как-то так Прям как-то прут темы Чеканно, да Давай следующую Начинать Потому что Просто очень хочется В конце залипнуть подольше На последней теме Она гениальная Давай вторую Вторая тема У нас Опять же Я напоминаю, что мы редко Как-то проходимся по SEO Но, видимо, мы там Как-то не сильно У нас в лентах SEO мелькает Мы с тобой просто Ресерч провели Большинство наших пользователей Они не вебмастеры Не оптимизаторы Все-таки фронт-эндщики К сожалению Ну, пытаемся как-то Ну, кто-то по-любому станет Как бы не фулл-стэк А кто-то Может быть и SEO тоже будет заниматься Вдруг Или занимается уже Мне кажется, только если уже занимается И смотрит просто из интереса Сейчас вот так, чтобы зайти в SEO Это, ну, не знаю Это сложнее просто Чем зайти во фронт-энд Так вот Об этом и тема Что еще сложнее становится Зайти в SEO Потому что, вот, например Такой поисковик Самый популярный у нас в России Поисковик Яндекс Ты с него, да, начал? Там у нас открыто Да-да-да, с него Вот Они, наконец-то, выкатили эту штуку Причем об этом уже говорят Мы это слышим, наверное, года два подряд Что вот О, кого-то, да Да, что вот Больше поисковики Не будут поддерживать Короче, будут, точнее, Занижать ранг У сайтов С закупленными ссылками То есть Те, кто закупали ссылки На специальных биржах Они будут Понижаться В выдаче Там, короче, в общем Их там практически банить будут Там и так далее И так далее И вот, наконец-то Они стопудово заявили Что у них Это прям как-то называют Алгоритмы Это целый То есть у них же были алгоритмы Там, знаешь, как пингвин Или как он Это у гугла Пингвин гугловский У Яндексов Я не знаю, были названия какие-то или нет Но вот сейчас они очень по-русски Назвали Минусинск Он называется Как Минск Или как Нет, просто минус То есть тебе минусуют, видимо В ранжировании И вот этот город Все сайты, которые плохо себя вели Отправляют в город Минусинск Окей Короче говоря Они теперь, видимо, написали этот алгоритм Наконец-то до конца Как-то красиво Но еще не до конца Потому что они пишут Что они его аккуратненько вводят Потихоньку Кто совсем уже жесткий был Закупщик с бирж Он сейчас сильно понизится Ну и по порядку пойдут По всем пройдутся Оправдывая Яндекс Скажу, что сначала Алгоритм вводится с 15 мая Так И перед этим Все люди, которые себя плохо вели В Яндексовомастерах Получат сообщение о том Что у них красная карточка от Яндекса Им нужно срочно избавиться от ссылок Если это возможно А то они будут сильно понижены Успеешь Если ты более или менее нормальными способами Этими ссылками закупал Не где-то в подворотне В сомнительной компании А в хорошо отведенных Для этого местах То у тебя есть обратный путь И там с одним-двумя обновлениями Поисковых баз Все будет хорошо Ну да, да Но В общем То есть Типа успеешь Типа успеешь Тебе придет Если ты вообще открываешь Если у тебя не засахарилась Еще Яндекс.Метрика Ну Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Будем зарабатывать Себе Выдачу Здесь Типа они выбивают С рынка сервисы Закупки ссылок Типа Сейп Визард Сейп Я кстати Это они вообще На каком основании делают Кто Яндекс Ну да Они считают Что вот Их ранжирование Их алгоритмы Должны быть такие А что ты им сделаешь Ну да Это же их поисковик Они предпочитают Думать Что так верно И все Пишут И что реально Типа будет Ранжироваться хуже Или просто будут Там Какие-то Показательные акции Вообще Как бы Сайты-то Пессимизируются Да Меры будут Довольно заметны По масштабу Расчеты показывают Что по состоянию На данный момент Ограничения в ранжировании Могут коснуться сотен В том числе Довольно крупных И известных сайтов Которые массово Используют СИО ссылки Речь идет о тысячах Алгоритм вступит 10 и через месяц В середине мая Ну по некоторым данным САП это все еще работает Да Есть у нас Есть у нас знакомые Которые предпочитают Думать что Все это не так Скоро произойдет Наверняка Наверняка это Начнется с Москвы-Питера С реально крупных игроков Потихоньку Потихоньку Скорее всего Ваши уютные сайтики Про Бложики Ну не сайтики Какие-нибудь Не бложики Сайтики с евро-окнами Для ваших клиентов Которые вы закупили Робко 500 ссылочек Не так все будет плохо Я думаю вообще не будет плохо Потому что у вас и хорошо не было Вы не знаете Что такое хорошо Но тем не менее Задумайтесь Задумайтесь Да-да-да А вот сейчас давай про гугл Давай Причем почему-то Ты как-то так открываешь Как будто это прям Статья за статьей Как будто они подготовились Оба Яндекс и гугл Давай вместе выпустим Ну Как тебе сказать Про вот этот гугловский алгоритм Я не знаю Может быть яндекс подстроился Гугл Чуть ли не полгода говорил Что вот-вот Будет-будет-будет И вот они Как бы сказать Держат слово Ну значит яндекс 15 мая А вот и гугл 21 апреля Да Выкатывают Так называемый Это тоже алгоритм Можно назвать Да Мобайл френдли Да Вот этот мобайл Мобайл френдли алгоритм Который будет Лучше индексировать Для мобильных Именно устройств Тут даже не столько лучше Даже не индексировать Сколько хуже Если у вас сайт не оптимизирован Под мобильное устройство Как проверить В гугл вебмастерах Уже несколько месяцев Месяц точно Валяется Именно валяется Ну Инструмент для проверки Насколько у вас сайт мобильный Да Да И можно проверить Посмотреть Да Да У нас вот все мобильное Это Оно что вообще учитывает Оно пейдж спит Как обычно там Нет Нет Именно адаптизация Прям смотрит Какие у тебя шрифты Да Ты же вспомнил Они недавно До этого За год до этого Хорошо Может быть полгода уже Работает то Что гугл Не только парсит код Но еще и включает GS Смотрит Как у тебя что И так далее То есть гугл Очень умно смотрит Твой сайт Если он видит Что кнопки маленькие То есть там в советах Реально увеличьте кнопки Там купить А то в них пальцем Сложно попасть Там то есть умные советы Реально Если у вас все плохо Неадаптивный сайт То в мобильном поиске Вы показываетесь не будет Но это возвращаясь К нашей первой теме Тогда какой у вас там UX Вообще Какой у вас экспириенс Там у вас никакого Блин экспириенс Если вы на телефоне Нифига не сделали Ну может быть Вы не таргетируетесь На телефонных чуваков То есть у вас только дядьки Там с заводов Закупают металл А они с телефона В жизни к вам не зайдут И хорошо И дай бог Потому что вы же пропадете Только из мобильного поиска Да Здесь не пессимизируется Сайт на десктопном поиске Но на мобильном Да Вроде как написано Даже и на планшетах Не пессимизируется Да То есть И привязка Вот здесь сказано Привязка Именно к устройству К смартфонам Так там вот написано Что нужно делать Чтобы короче Было все хорошо Что нужно делать Нужно во первых Короче Так Подожди где это было Ниже Вот Нужно во первых Использовать Удобно читаемые Размеры шрифтов Ну естественно Как только вы На маленьком девайсе Надо побольше Все таки шрифты сделать Увеличить размер Активных элементов На странице Ну то есть кнопочки Опять же Чтобы в палец попадал Да Область просмотра сделать То есть чтобы Опять же у тебя там Один артикл Чисто Влазил и нормально было Вот И адаптируйте Размер контента Для области просмотра Ну Область просмотра Это вьюпорт Короче настроить вьюпорт И сделайте так Чтобы Медиакуирисы у вас были Чтобы 100% вьюпорта Занимал контент Там А не 60% Как это на большом экране Там А 40% сайдбар То есть здесь вот Об этом Я не знаю Для кого сейчас это Актуально Что сейчас все закипишуют Будут переделать на мобильный Вот интересно Просто кто нас Слушал такой Блин Точно надо же для мобильных сделать Ну Слоупоки Во-первых Так А во-вторых Те клиенты Которые не хотели на это Тратить деньги Для которых важен Мобильный поиск То есть скорее всего Таких нет Для кого он был важен Те уже потратили Можно короче Этой статьей припугивать Клиентов Говорить А у вас вы кстати Будете в низах Ну Дай бог Дай бог Кому-то это поможет А всем отстанем Скажут Ну похрен Нас с телефонов Не смотрят Нам это не нужно И да Ну ладно К сожалению Наши реалии Российские Они такие Да Ну давай дальше Грустные Переходим к блоку Про вордпресс Это не последний блок Просто блок Про вордпресс У нас очень объемный В этот раз И мы его как-то В середину поставили Потому что Потому Не переключайтесь Да Так Сейчас я покажу Покажу В паблике Нам предложил Костя Ковшенин Спасибо ему большое Статью Про то Что нового Так Где-то она Где-то Вот она Что нового В 4 Что нового В вордпресс 4.2 Он написал В новой версии Вордпресс Обновился букмарк Лидпресс Дис Появилась поддержка Эмоджи Асинхронное обновление Плагинов И многое другое Кто еще не знает Про крутой сайт Впмага.ру Посмотрите Зайдите Тут много всякого Не реклам Да Что нового В вордпресс 4.2 Пауэлл Сами пользуемся Опять же Не потому что рекламировано Потому что нравится Релиз вордпресс Подавляю 4.2 Полностью изменяет Да напоминаем Мы уже тут Пару недель Три точно Говорили про разные Беты Релиз кандидаты Что вордпресс 4.2 выходит И в нем Новиночки Пресс Дис Новый букмарк Лид А что вот этот Пресс Ну я же напоминаю Это то что Находишься на какой-нибудь Статье Все вспомнил И ты такой Блин я хочу про нее Запастить у себя Делаешь здесь Закладочку На нее жмешь А там скрипт И он отправляет У тебя на вордпресс Заготовочку Что типа Потом про это написать Смайлики Что Ну то есть наконец-то Сделали эту хрень Потому что мы же говорили Об этом опять же Недели три назад Да Она была Ее переделали Чтобы она крутая была Она была в таком аспекте Что ты сразу постишь То есть ты жмешь ее У тебя попадает окошечка Ты что-нибудь дописываешь И она сразу постится Так Это неудобно Удобнее как бы Это в долгий ящичек Чуть-чуть закинуть Потом отредактировать Вечером подредактировать И да Угу Смайлики Теперь смайлики Можно использовать Не только в заголовках Текстах Но и в ссылках В этих вурлах Вау Ну то есть там Естественно нужно Чтобы у вас был Там апатч Последний Ангинекс То есть ваш веб-сервер Чтобы он мог сервить Такие рауты Вообще Но А что смайлики Твиттерные будут Смайлики Здесь твиттерные Есть Счастье для тебя К сожалению для меня Но понимаешь Они еще не сделали Цвета кожи Как в iOS 4.3 Не знаю как будут С этим жить Но тем не менее То есть Я даже не знаю Что еще об этом сказать Короче 4.2 То вообще Не будет революционной Получается Для наших подписчиков Как тебе сказать Для нас это точно Революционная Презис Бесспорно И смайлики Вообще Я скажу почему Управление темой Вот что революционно Так Темы из кастомайзера Нужно менять теперь Кстати да Это удобно Напоминаю кастомайзер У нас про него есть видос Здесь появится подсказочка А Никита Помните пожалуйста Что подсказочка Что подсказочка На На 23 минуте Так так Окей Так вот Про кастомайзер Мы да Сделали видос И это Бэкболл Приложение То есть оно С помощью Джаваскрипта Подключается К базе данных Все прям при вас Обновляет Все круто То есть оно реально Активирует другую темку Показывает у вас здесь Что как И Все бы как бы Хорошо Или Даже плохо Ну да Все бы хорошо Но Скорее всего Это ведет Куда дальше Кстати Здесь сказано Что процесс обновления Плагинов Стал таки более комфортным Похожим на обновление Приложений То есть сделали Вот это Аякс Да То что Думали что не сделают Видимо все таки сделали Но Но Я каюсь Так и не проверю Давай проверим Прямо сейчас Потому что А ты обновил до 4.2 Нет В том то и дело А я скажу Почему я еще не обновил до 4.2 Это все есть здесь в темах Ну ка 2015 обновился С 1.0 до 1.1 Чтоб ты знал Супер круто Все пользовались Кстати Ну и тем не менее Я думаю много кто Ну да А это Ты сделал Резервную копию Перед 4.2 Вдруг у тебя полетит Сейчас все не предназначены Я локалку обновляю А у других У всех я настроил Да Чтобы у меня по расписанию Делалась хрень Кстати говоря У нас вот в Челябинске Если кто не знает Проходил митап По вордпрессу И там очень сильно Ребята говорят Нас прям пугали Я просыпался В эту ночь сильно Что нужно все обновлять Оказывается Чтобы тебя не хакнули Об этом тоже здесь будет Ты не поверишь У нас сегодня про вордпресс Прям такие крутые темы Что ты охренеешь Так окей Так я обновил до 4.2 И так Обновляю Ну-ка А темы можно обновлять Или это только для плагинов Было реализовано Видимо Нет Видимо только для плагинов Update now Я здесь делаю Да Нас сюда кидает Плагин Плагин Надо какой-нибудь поставить плагин Который обновлять надо В смысле Ну то есть у меня нет Не обновленных плагинов К сожалению Я не могу это проверить Никак Ну ты Беда А устанавливать он так не устанавливает В Аякс Нет Только обновляет Давай на ее в дизайн рук Посмотрим Вдруг там Там по левому будет Сейчас что-нибудь Там же у нас засахарилось Ну нет Ну нет я захожу Тоже да Не могло засахариться Могло Но захожу Не знаю Сейчас посмотрим Тем смешнее будет Если засахарилось Обновляется объектный кэш Поэтому в админочку Конечно долго Всегда первый раз заходит То есть все-таки засахарилось Опять возвращаясь к этому А у нас там 4.2 Там Там тоже ничего не обновилось Сам-то впмаг Что впмаг Впмаг что пишут еще прикольного Или там только перевод А все Обновление для разработчиков Кстати об обновлениях для разработчиков Класс впквери Впкомментквери Добавили сортировку По отдельным метаполям То есть Можно сортировать Теперь не только По времени Там по алфавиту А реально по метаполю То есть по этому Черт Кастом филс Короче Ну ты понял Угу То есть Сделать свой Кастом тип Так И по нему Отсортировать То есть теперь можно Вот это не тупить Что типа А мне вот нужно чтобы Да мне нужно чтобы У меня было отсортировано По такому-то там полю Но его как бы нет В базе данных Там бла-бла-бла Все можно теперь Теперь можно Живем Писали классы Да Впквери Комментквери Для этого Другие изменят Цветовые схемы Вот это А ты шутишь Так А я вот Так Ну здесь конечно Опять все обновлено А у нас только Четыре обновления Не все обновлено Боюсь Так Окей Засахарилось В апреле кстати Подкаст больше чем в мае Слушали В марте точнее Это интересно О чем говорит Это говорит о том Что все хорошо В стране Ну Черт На самоваре Сейчас я тебе покажу Давай А что ты хочешь Сейчас Там синий другой Я смотрю Я чувствую Что он другой Вот присмотрись Нет тебе приятнее Тебе приятнее Он белесей Я не уверен Приятнее А включи мне другой Ах ты что Ты как-то меня В неловкое положение ставишь Сейчас посмотрим Где у меня другой Ну вот у тебя Четыре один Ну я понимаю Он называется Четыре один Может там уже И четыре два Но нет Я не обновлял Конечно же А какой здесь У меня Пароль Наверное Вот такой Я не знаю Насколько Это вообще Нужно было Делать им Вот видишь Здесь темное Ну-ка там Оп И оно такое Синее белесое Видишь Я вот тоже Это видел Да Слушай Это заметно Это заметно Тут у нас все еще Core Upgrade Ладно Двигаемся дальше Вернемся к этому Еще Так Вышел также Jetpack 3.5 Одновременно С релизом 4.2 Вордпресса Скоро уже без него Жить нельзя Скорее всего Jetpack делает То же самое Что в EPDash О котором Мы кажется Говорили уже То есть это Большой дашборд Для администрирования Нескольких сайтов Но не мульти сайт Вордпресс А несколько Стендалон сайтов Можно туда подключить Из него сразу Обновлять плагин Обновлять там Всякое Так вот Туда теперь Добавили Это Jetpack Manage Называется Штука у них Тоже она есть Бесплатная В EPDash Тоже пока бесплатный В Bete Он у них Не знаю Как они сделают Платно Или как Но да Так вот В Jetpack Manage Добавили Возможность Редактировать Меню на сайт Это странно Нахрена тебе Нужда редактировать Меню Не заходя на сайт Почему именно меню Что Как Ну видишь Ладно тему Переключить Ладно плагин Какой нибудь Обновить Но меню Зачем тебе Редактировать Новую страницу Добавить Ну так проще Все Ну не знаю Пока мне Это кажется Очень кудрявым Здесь не будет Скорее всего Нормального Конструктора Типа как Выбрать из рубрик Выбрать из страниц Ну В общем Ну здесь Сара Собственно О том И пишет Что Очень сомнительная Хренотень Вообще Типа Вот честный вопрос Вот на кой хрен Тебе надо Типа Меню С WordPress Кома Менять В Jetpack Manage Согласен И здесь Я отвечаю Да вообще Хрен знает Это бред Причем Создатель Это должен отвечать Скорее всего Подожди Надо напомнить Кстати говоря Что приложение На iOS Например И наверное На Android Вот Водпрессовское Оно же с Jetpack Оно работает с Jetpack И скоро То есть ты сможешь Вообще практически И редактировать Ну там редактировать Давно уже можно Теперь меню ты можешь С помощью него Не охренеть А между сайтами Переключаться А хотя там тоже Можно было Тоже Это все-то можно Оно работает Как раз через Той 300 API О котором мы все время Говорили То есть Так Обновилась у нас Здесь Давай теперь Плагины Будет обновлено Или не будет Обновлено Ну-ка Так Доступна свежая версия Контакт Так черт Я на Local Hosting Нахожусь Контактформ Особенно Какая разница Можно было И на нем Ну ладно Зайдем сюда Это ты сейчас На YouTube Design Да Я на YouTube Design Захожу В установленные Плагины Здесь должен быть Такой красивый Этот Красивые Такие шашечки Плашечки Как же долго Все работает А с этим Объектным Кэшем Сраным Кстати Смотрите Наше видео Про Кэширование Все ради этого Поставь Никита Пожалуйста Еще напоминавочку Что на 31 минуте Точнее На 30 плюс Да 31 30 плюс Про кэш Да 30 плюс Про кэш Давай я нажму здесь Обновить Сейчас на локалке Ну на локалке Естественно Ни хрена Не Аяксом Потому что Черт Надо было сначала Вордпресс Обновить Вот я лох Ладно Все еще Оставим Это на потом Пусть там Обновляется Новость Предыдущей недели Очень сильная Вот мы записали С тобой подкаст Так до 20 числа И вечером Бомбануло Так Что нашли Супер XSS Эту Уязвимость XSS Cross-site scripting Кто не помнит Короче говоря Когда Можно было Ну грубо говоря Не SQL инъекцию JavaScript инъекцию Вкинуть Можно было вкинуть JavaScript код Который экзекьютится У вас прямо И все Так В какое-нибудь поле Вот И кстати Компания Сукури Как раз Это все Раскрыла И у нас На WordPress Метапе В Челябинске Какого 18 числа Был как раз Денис Синегубко Один из старших Чуваков В Сукури Просто старших Или старших Один из старшаков Я бы даже это так назвал Из старших инженеров Вот То есть Внезапно Выяснили Что Функция Add query arg И remove query arg Не escape Ссылку Которая засовывается туда Точнее Которая выдается На выходе И чем Можно было В ссылку Закинуть Tag script Который там Делает все Что ты хочешь Это ужас Это отвратительно С учетом того Что все это Используют И думали Что escape И теперь Грубо говоря Нужно просто Вывод Обернуть В escape URL Ну Esc URL Вот эту вот Функцию Которую Ну если вы делаете Темы и плагин Вы отлично Понимаете О чем мы говорим Изначально Это нашел Juiced The Walk Который мы Знаем Который из UAST Из WordPress SEO Я имею в виду Чувак Вот они у себя В плагине Первыми Это нашли И вдруг Внезапно Поняли Что везде Это было Везде Это было Опасности В Jetpack В Google Analytics Gravity Forms Там Даже в ISO Story Engine Который мы обсуждали С тобой Пару-тройку Раз назад Которые Себе Обосрали Плагин Give Который мы обсуждали Даже в My Calendary Вот в этом То есть Ну вы понимаете P3 Profiler В E-Commerce Было Да То есть Прям Вот Много Где И даже Я тебе так скажу Для Когда работаешь С премиум темами На Team Forest Очень часто Есть такая Такой класс TGM Plugin Activation То есть Класс Который позволяет Тебе советовать Какие плагины Нужны с этой темой Включить Там тоже Была такая хрень Его тоже Мне пришлось Обновить В нашей темке Хорошо В общем Это прямо Сильно у всех Бомбануло И в тот момент Вышел как раз Update WordPress 4.1.2 Ну вот Именно Фикс Именно Да Security fix И сейчас Когда вышел WordPress 4.2 Всем автоматически Обновило До WordPress 4.1.3 Который добавил Все security fix Из 4.2 А обновление На 4.2 На мажорной версии Нужно все еще Сделать вручную Ну окей Поэтому Это к вопросу Почему у нас Не обновлено Потому что Заходим Да Почему здесь Настройки обсуждения Не ясно Я в плагин Вроде заходил Ё-моё Это кстати Не лучшая реклама Смартейпа Но на самом деле Это просто Косяки оптимизации На фронтенде Все закешировано И быстро Или может быть Это косяки WordPress Вдруг сейчас Чуваки Чуваки С дурпалом Потирают ручки Скорее всего Обновить Сейчас Здесь есть По прежнему И нихрена Не работает Это обновление Тихое Мы видим Что версия 4.2 Стоит внизу И здесь Ну кстати Давай попробуем Знаешь как Доступное обновление Нет Они же Там у них Показано Вообще Почему-то другое Вот в поиск Установленных Плагин Логин Допустим Мы сделаем С тобой Так Нет А где Простите Эти Мы хотим Сейчас дорогим Слушателям И зрителям Показать Как Аяксом Обновляются Плагины Если это есть По-моему Они говорили Что они решили Убрать это С 4.2 Да И была тема Что это все У них не получается Не успеется Видимо не успелось Но Сейчас я воспроизведу Именно тот Экспириенс Который показан На скрине На скрине Как ты видишь Показан Экспириенс В котором Добавить плагины И там Видишь Вот этот вот Вид Который Как в Плагин Репозиторе Как это по-русски Это назвать Который Как на Вордпресс Орге Вот я сейчас Попробую добиться Чтобы был Именно этот Для этого Надо зайти В добавить новый Но у нас Может быть На wordpress.com Ага Ну там же Мы вообще Не можем С плагинами Нет Там Причем здесь Вордпресс.com Ладно Пока поговорим Про то что Фейсбук Бросил свой Плагин Официальный Для wordpress Все Просто завершил И Просто кинул И все И не стал поддерживать А можно было Что делать С помощью него Он добавлял Open Graph Разметку Ну ты понимаешь Да И в Фейсбук Администраторство То есть Привязку Конкретной страницы К этому сайту А кнопочку Like Он не добавлял Не помню Не уверен Ну в общем Нет Это Это такой Утилити Плагин был Его функции Слегко выполняет WordPress.co То есть он И Open Graph Разметку И добавление Как администрацию Добавляет То есть на самом деле Просто Несмотря на 200 тысяч Активных сайтов Которые используют Этот плагин Он не обновлялся С марта 14 То есть больше года И саппорт В тикетах WordPress.org Тоже не оказывался Уже год То есть у них Рейтинг упал До 2.2 Звездочки Из 5 То есть просто До нуля Ну и все И они написали Что официально Бросили плагин Все Не тащи Говно Интересно почему Просто Зачем этим заниматься Или как Ну а смысл Действительно Возможно Все люди Ушли React делать Да Эти люди Они пересели на React Да Половина на React Половина на Instagram Да что ж такое-то Окей Мне не нравится А у нас По WordPress Вообще все, да? Это последняя? Есть еще одна тема Ну-ка Та, которая вытекает Из того, что в 4.2 Можно теперь темы Менять в кастомайзере Automatic И не Automatic В WordPress.org Обязали всех Кто в своих Бесплатных темках Какие-то Theme options Имплементируют Чтобы они были В кастомайзере Обязательно Нельзя теперь делать Страницы С настройками Темы В админке Так В премиум темах Во всех Все нужно пихать В кастомайзер А как Сейчас же Вообще все будут Переделывать Получается Но это WordPress.org То есть Тебе никто не запретит В платных темах Делать как ты хочешь Но к сожалению Но к сожалению Лично мне кажется Что это даст Тенденцию Что все Все равно Перейдут в кастомайзер Знаешь почему Потому что люди Которые Не пользуются Премиум темами Они привыкнут К тому Что у них Все бесплатные темы Все в кастомайзере Они будут хотеть Видеть там их В кастомайзере К сожалению И наше То о чем мы с тобой Говорили недавно О том что типа Вот тебе установить Ну да Я теперь сделаю Здесь поиск логин Чтобы он мне показал Те которые С кастом логином У нас установили Так нет Он же Ты думаешь Или ты думаешь Установка тоже будет Происходить Ну давай Ну давай Сначала попробую обновить Потом что-нибудь установим Так вот Нет Я случайно не то нажал Ненавижу Логин Чем мы говорили там Мы говорили о том Что теперь будут Грубо говоря В премиум темах Теперь тоже Лучше бы Все вылить В кастомайзер Но это просто Говно Мне сильно Это не нравится Причем я тебе так скажу В основном То все тоже пишут Что это плохо Что не нравится Никому Да Но видишь Они понимают Что обычные пользователи Очень сильно Используют кастомайзер То есть тут прям На самом деле Статья Она мало того Что здесь внутри В теле самой статьи Очень много Твитов И прочих вещей В теле самой статьи Уже написано Fucking fuck Fucking кастомайзер Да Да Так еще И 143 Комментария То есть это еще Обычно Обычно Пиксели получатся Меньше становится Если у тебя Смотри Есть обновить Сейчас Ну-ка Давай Вот она Завращалась Кто не видит Это видео Завращались Стрелочки На обновление Плагина То есть Обновляется Типа Ну то есть Вот такие новости Из стана Вордпресс На самом деле Это Это очень Спорная новость Меня это Ну как Это плохо Они гнут свою линию Я не понимаю Нахрена им это Они что в кастомайзере Рекламу хотят воткнуть Наверное Напишите в комментариях Нравится вам кастомайзер Или вы против него Или вы не знаете Что такое кастомайзер И что такое Вордпресс Да И вообще Обновлено Действительно обновляют Офигеть А говорили же Что не будут Видимо успели Но ты понимаешь Что это только Вот Из вот этой формы В котором добавить Плагины А там где Просто зайти в плагины И нажать обновить Ну кстати Давай попробуем Да вон установить Любое Ладно Я думаю установит Тоже теперь Так же нормально Ну а из какой формы Ты имеешь ввиду Я имею ввиду Вот я просто захожу В плагин Установленное Так Впадмин Слэш плагинс Угу Вот сейчас посмотрим Заработает или нет Если посмотрим Конечно Ну Мне грустно Но Но почему-то так Ну окей Надо будет разобраться Сегодня на самом деле Посмотреть Что там на сервере Творится Но я Ну давай пока дальше Продолжим И потом Если что Опять же вернемся Как обычно Давай Следующая новость Следующая уже у нас В развлечения Мы уходим Хотя Кстати говоря Это возможно И ностальгическая новость Ютубу Ютубу исполняется 10 лет 10 лет Юбилей С 2005 Отмечает 10 лет И причем Вот там написано Про то что В 2005 году 10 лет назад Чувак Первый загрузил Первое видео Про зоопарк Вот этот вот Один из создателей Как я понимаю Ютуба Жавет Карим То есть это тоже Индусы делали изначально Видимо Хотя что я тоже Зачем я это говорю Вообще Кстати говоря Вот если на Вимео Я когда-то Когда я чуть-чуть Делал с Вимео Всякие штуки Я пробовал В Вимео Там есть айдишники Да Можно посмотреть Первое Второе И там тоже Достаточно бредовые ролики Которые сами разработчики Заливали Практически Как они жрут Там гамбургеры Ну вот такое Самое в них смешное Это то что они там Все 360 пищи Были в отвратительнейшей Ничего не видно Но вот так вот было Ну и вообще Мне кажется Ютуб Если бы вы не купил Гугл Там было написано В одной из новостей Что у Ютуба Уже 8 дата-центров По всему миру Огромных На которых Видеохостинги Именно На которых хранится видео Они там Охрененно работают По супер Распределенной модели Ну там В общем Космос Вот если бы Ютуб не купил Если бы Гугл Не купил Ютуб Это сейчас бы не было Это было бы сейчас Вообще Я не знаю Что как Вимео Было бы максимум Максимум Да Потому что там Такие бабки вкладывались И такие технологии Там развивались Что Мы теперь имеем Что имеем 60 фпс Здесь написано Что на самом деле До сих пор Достаточно нерентабельно Эта хрень Всего 4 миллиарда Выручек Прибыли за 14 год Они хотели 94% Это всего 6% От выручки Гугл Понимаешь Насколько поиск Более рентабельный И отцены Реклама Видимо это уже Просто хобби Ютуб это хобби Ну охренеть Всем бы такое хобби 8 дата центров Огромных Вот как бы да Поэтому Да Да Ну и следующая новость Вытекающая Из Ютуба Точнее не вытекающая А про Ютуб опять же Но уже про Эппл Чуть-чуть Мы в этот раз Чуть-чуть Во-первых Чуть-чуть Но тут Спешу сразу Успокоить Не только про Эппл То есть это просто Из-за того что новость На Эппл Инсайдер Ком Да Из-за этого здесь Привязано к Эппл Но на самом деле Проблема А здесь есть проблема Она значительно шире Да Короче говоря Ютуб Закрыли Получается Закрыли Обновления Как сказать Или прям приложения Они обновили API А они обновили API Да И вот эти приложения Которые Именно клиенты Да На iOS На старых На iOS 6 И еще Есть такие iOS 6 И ниже Конечно есть Например Есть старый Apple Touch Который Первого поколения У меня Который работает Все еще на iOS 3 iOS 3 Мать твою Это как первый iPhone Ну вот на этих Винтажных Короче Девайсах И самое главное Я сейчас скажу Но вот на вот этих Винтажных девайсах На старых Айфонах На айподах Там и так далее Короче говоря Клиент ютубный Не поддерживается больше И нельзя зайти Даже посмотреть Ничего Там Я напомню Слушателям Кто не пользовался Тогда Apple девайсами Там был встроенный Клиент ютуб А точно Даже не тот Который сейчас Вот можно установить Красненький А встроенный Клиент ютуб Который выглядел Как телевизор Ламповый Толстый Ну и работал Примерно так же Да нет Он нормально работал Я когда ездил В Германию В 10-м году Все еще Брал этот Айпод тач С собой И пользовался им И было нормально Я смотрел на нем Ютуб И все меня устраивало А там же можно было В фоне даже По-моему запускать Как вот сейчас нельзя Ютуба в фоне запустил И другое приложение Тогда фона-то еще не было Вспомни вообще Когда это было Что-то я Да Вот Но самая главная проблема Сейчас Это А это кстати Опять же проблема Для Apple TV Второго поколения Уже Это не так старая На самом деле Apple TV второго поколения Это не так старая Как iOS 6 Это не так старая Нет Так же старая Это 2010 год Ну короче говоря Вот на второго поколения Apple TV И ниже естественно То есть старее Тоже нельзя смотреть Вот из самого Там же сервис Прям встроен Ютубовский Так И ты заходишь И ты не можешь посмотреть Там точно так же Встроенное приложение То есть если ты Со старых девайсов Ты мог просто зайти На m.youtube.com И посмотреть То на Apple TV У тебя нет вариантов У тебя нет браузера И короче говоря В общем ребята Которые с Apple TV Они бреются И с Google TV Со старыми Что характерно Не только с Google TV С любыми Smart TV Вот всеми Которые старую версию API используют Я думаю Таких большинство Все еще Там все вот эти Встроенные приложения Ютуба Они в тыкву превратятся То есть выкинул Телевизор Купил новый И смотришь YouTube Да Ты же за этим Телевизор покупал Ну да Ну так вот Нет на самом деле За счету Apple TV Второго поколения Скажу что Они же там сейчас Пытаются App Store ввести Ну и че Если введут Можно будет Новым ютубовским Привожением пользоваться Ну да Ну там можно Но не факт Что введут Для второго поколения И будет тогда обидно Потому что там Game of Thrones Я им буду Знаешь как в этом В каких-нибудь фильмах Витрину магазина Кирпичом разбивают С запиской Типа мы тебя найдем И грабят Вот я этим вторым Apple TV Я выбью какое-нибудь Стекло в магазине И третий там заберу Или точнее четвертый На WWDC В прошлый раз Мы обсуждали Ожидается четвертое Поколение Apple TV Ну это круто С заменой Короче говоря Ну типа того Че дальше А у нас дальше же По-моему вообще Самый фан Или мы сейчас посмотрим На его бизайне Че у нас там Отвалилось сюда А я уже даже Прекратил попытки А правильно Зачем Ну давай тогда К нашей самой крутой новости Да Твиттер Не помню когда Но вот В пределах этой недели Хотя здесь написано Первого апреля Еще это было Ааа Короче говоря Компания Перискоуп А это компания Целэбла? Перискоуп Ко Да Так Запустили приложение Перискоуп Опять же Одноименное Угу В конце марта То есть там В районе там 24 марта Вот так вот Так И Где-то через месяц И купил Твиттер сразу Сразу Увидели? Да Увидели и купили Это компания Приложение Которое позволяет Делать стримы Лайв трансляции Казалось бы Че здесь нового? Да действительно Вообще ни хрена нового Есть же А я не помню Какие есть Но есть Есть пара приложений Которыми все пользуются Когда болотные Митинги И прочее дерьмо Снимают Твич ТВ еще есть Ну Твич ТВ Это понятно Я имею ввиду На On The Go Когда ты что-то снимаешь Там есть какие-то Черт То есть стримы Просто лайв стрим Там что-то такое Ну то есть Это журналистские Такие темы А мы сейчас посмотрим Какие-то журналистские темы Ну В общем вот Да То есть можно снимать Там есть лайки Есть чат Для тех Кто смотрит С приложения И есть Веб-версия Для тех Кто просто смотрит Мы сейчас Попробуем Это продемонстрировать То есть я сейчас Давай я могу тебе Или ты мне Или кто кому Или ты сможешь Открыть сейчас Видос Который мы Я могу сейчас Стримнуть Свой И сможешь открыть На ноутбуке Да Смогу и открыть На ноутбуке И я напоминаю Мы пишем все Что у нас на айфоне Происходит Тут у нас в отдельном окне Мы это скроем До этого момента И вот сейчас Когда мы стали Про это говорить Айтюнз слушатели Извините Но тут прям Жара Скоро начнется Зайдите обязательно На ютюб Посмотреть это видео В общем сейчас У нас где-нибудь Справа или слева Покажется Айфончик На котором Вы увидите Что мы стримим Пишем подкаст Я пишу Так Это так называется Наша типа конференция Или как-то стрим Да Я постю ее в твиттер Типа Как ссылочку Да Broadcast now You now live Я делаю переднюю камеру И покажись Никита тоже Вот они мы Я с микрофоном Как у Хотел сказать у Чубайса Как в поле чудес Ну практически да Ты с ветра защитой Вот мы сидим Здесь на диване Я не знаю Так мне пишет Ватам Маркет И это уже идет стрим Или что Да Я сейчас Да что ж ты сволочь Ты сраная Нахрена ты мне нужен Creative Market А интересно Кстати она опять же В том режиме работает Я не знаю Я не знаю Что сейчас происходит Но она сейчас Тупит думает Угу Ну они пока еще Я так понимаю Не до конца Нет они Все Все есть Никита на ноутбуке Включи пожалуйста Твиттер клиент И посмотри Запостилась у меня Последняя хрень Или нет Давай сейчас Откроем Вот на человечка Здесь нажми На человечка И посмотри Пишем подкаст Вот жми Пишем подкаст Жму Открываем ссылочку Да и посмотрим Как это выглядит Вживую потом Я думаю там уже Лайки летят Или ты не видишь Нет здесь пока нет А что не лайкают Пишем подкаст Один человек Все онлайн Но это мы скорее всего Так я камеру сменил Тут немножко отстаем Аудио Вот вы можете видеть Что у нас Меняются здесь Уровни звука Когда я говорю Да Раз раз Один Вот мы видим Сами себя Да Но в общем Стоим немножко запаздывать Но у нас к сожалению Один зритель Когда мы до этого Просто тестово Что-то включали Было аж 7 или 8 Да 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 Мы возможно Надо было по английски Называть как-нибудь Чтобы чуваки клевали на это А то они боются Что они не поймут ничего Боются Боются Два человека онлайн Ну короче говоря На самом деле в приложении Ты можешь зайти с приложения Сейчас онлайн Полайкать хотя бы что-нибудь Давай давай Зайду Буду третьим У меня причем пушит Естественно Если установил приложение сам То пушит Что Александр Гончаров Типа Онлайн Я лайкаю Я не знаю Да Мне тут Тут сердечки Прыгают Что вау Круто Попробуй написать Что-нибудь в чат Уже четверо человек Да мы это Мне кажется Это уже ботов Накупили Не Ну почему же Естественно Вот так Надо написать Чтобы никто Ничего не понимал Как У меня просто Ничего не показывается Я написал Всем хай А вот Всем хай Вижу чат Да А я могу написать Загружается Да Да Видимо Да Как тут Кто-то Менш Что-то На самом деле Девайс нагрелся Но это потому Что ты заряжаешь Вот короче говоря Оказывается Уже некоторые люди Прям круто Стримят У них по 80 Человек смотрит И они уже какие-то Естественно Это девушки Вау Вот И можно Говорить Что Чтобы короче Можно тапать По экрану И ей будут Сердечки валиться Вот зелененькие От нас Show me Your Ptex We are here Но достаточно Много народу Она не читает Чат К сожалению Это так же Наверное Как и Тихо А вдруг Она говорит Чем Нет Видимо Ничего Небой Так Зайди Кому Сейчас Еще Идем Там Где Мало Народу Мы Разговаривали Просто Там С Тихо Тихо Саудовская Саудовская Аравия Калифорния Кто-то уже проснулся В Калифорнии Тут гуси По улице ходят Гуси Я использую стандартную схему На самом деле Общение в чате Да Ну это прикольно Ну это прикольно Такое стримить Ты Н пропустил Ну посмотрим Что скажет Если скажет Ну видимо На чат тоже не читает Фейс Там чувакам Фейс уже нужен Ну вы понимаете Тут уже вебкам модели Пошли покажи мне ногти Мондай Мотивейшн Мондай Мондай Шейн Мужик Может быть Он скажет Say hi Может быть Do you peace today Yes Тут уже начинается The end Тут черный Ребята Вау С нами разговаривает Я сейчас ему кучу Сердечек накидаю Короче круто В общем Вот так можно Теперь прямые Трансляции вести Не мы на самом деле Догорелись с этим Черным чуваком Он нам записал видео Мы потом Мы просто открыли И все Конечно да Естественно В общем Вот такой у нас Сегодня подкаст Получился Да Надо было ему писать Что шоу Медит Я думаю Он бы показал Эндекс Да Манди Мотивейшн Я не могу В общем да Мы много всякого Перенесли на следующую неделю Поэтому если Если будет тухляк На этой неделе По темам То все равно Будет горячо Потому что будет А кстати Мы же забыли Обсудить сам факт Того что Твиттер вот такую хрень Покупает Ну то есть покупает Мне очень понравилась Мне очень понравилась Твоя идея О том Что у них комплекс Видеокомплексы А ну 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 Что им просто Прям жизненно Необходимо Чтобы У них прямо То они видео Добавили в твиттер То они вайн До этого купили Да целый вайн Теперь купили Вот перископ Все чтобы с фейсбуком И инстаграмом Конкурировать Ну вот У фейсбука Нету лайв трансляции Хотя может быть Может быть и есть Мы просто не знаем Ты представляешь Там один чувак Там какой-нибудь сынок Главного директора Сид Папа Я хочу что-нибудь С видео И надо ему угождать Вот как хочешь Скорее всего Три раза подряд Он говорит Ну как У нас сообщение 140 символов Какое видео Приходится покупать Он говорит Ну хочу видео Да 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 В общем Это были Юопдизайн Подписывайтесь на нас В соцсетях Вконтакте В твиттере В инстаграме В фейсбуке Ставьте нам Пожалуйста Рейтинги И звездочки На iTunes Ставьте лайки На YouTube Подписывайтесь На канал Рассказывайте друзьям И всем удачного дня Пока Пока